МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице Промышленной автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Неотложку вызвали проезжавшие мимо автолюбители. Они были уверены, что после столь головокружительного крушения водитель вряд ли останется невредим. Тойота Ипсум на большой скорости ехала от восточного шоссе в сторону Карла Маркса. На относительно плавном повороте дороги водитель не удержал машину в пределах проезжей части и наехал на обледенелый сугроб у обочины. Он послужил трамплином. Минивэн взмыл в воздух и перевернулся кверху колесами. В таком виде машина рухнула на снег и пропахала в нем внушительную борозду. К приезду съемочной группы водитель покинул салон своей машины и пересел в Тойоту Кресту. Объясняться мужчина не пожелал даже с медиками. Ограничился лишь сообщением, что жив и здоров. Он уехал с места происшествия на той же Тойоте Кресте еще до прибития полицейских. Водители-пассажир Тойоты Марк 2 оказались более славоохотливы. В происшествии они в один голос обвинили дорожные службы и неудовлетворительное состояние проезжей части. Иномарка ехала по Карла Маркса от аэропорта в направлении к центру города. В районе остановки Выборгская машина начала вилять из стороны в сторону. Выровнять ее водителю не удалось. Раскачавшись, Тойота развернулась боком и в таком положении понеслась к краю проезжей части. Скорость у меня была 50 км в час. И, ну, где вот примерно предыдущий столб, ну, я почувствовал, что машину начинают заносить. Пытался выправить ее. То есть меня в другой бок развернуло. И уже, ну, просто вот боком, вот этим краем мы в столб уже въехали. А почему машину не помнило? Дорога скользкая, гололед. Удар о столб пришелся в дверь, за которой сидел человек. Но травм при этом пассажир не получил. Невредим остался и водитель Тойоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова